Сотрудникам неотложки в Сочи самим понадобилась помощь. Медики из-за плохих погодных условий не смогли самостоятельно добраться к больным, которые находятся в отдаленных районах. На подмогу пришли спасатели ЮРПСО. Они на машинах повышенной проходимости дважды перевозили бригады в поселке, куда после снегопада даже перестает ходить общественный транспорт. Двух мужчин пришлось госпитализировать. Их врачей доставили к каретам скорой помощи. С диагнозом ОРВИ пенсионеров увезли в больницу. В станице Роговской угонщик похитил машину и 50 килограммов молочных продуктов. Зломышленник проник в гараж, принадлежащий местным фермерам. Внутри стояла лада с ключами в зажигание. Просто угоном он решил не ограничиваться и опустошил холодильники, в которых молочники хранили масло, сметану и другую продукцию общей стоимостью в 15 тысяч рублей. Однако далеко уехать у вора не получилось. Не справившись с управлением авто, он врезался в столб неподалеку от места преступления и сбежал. Личные зломышленника установили спустя сутки. Им оказался 20-летний местный житель. Следователям удалось доказать причастность молодого человека еще к двум преступлениям, совершенным в тот же вечер на территории района. В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса России кража и 166 неправомерное завладение транспортным средством. Ведется следствие. Оказалось, от рук подозреваемого в тот же день пострадали еще две машины. Он камнями разбил в них стекла в надежде чем-нибудь поживиться. Однако завершить начатое ему не удалось. Задержанному придется ответить и за эти две попытки совершения кражи. Вот что может произойти, если очень захочется проехать на красный свет. На улице Ставропольской едва не сбили толпу пешеходов. Слишком разогнавшийся автомобилист врезался в восстановившуюся перед светофором машину. От удара она выскочила на перекресток. Хорошо, что в этот момент на середине дороги людей не было, иначе жертв избежать бы не удалось. Вот такое нелепое ДТП произошло на углу Октябрьской и Буденова. Один хотел повернуть, второй ехал прямо. Еще одна обиднейшая незапланированная встреча двух автомобилистов произошла на Старокубанском кольце. Хозяин Нивы пожелал объехать остановившуюся посреди дороги иномарку, но зацепил соседа. Пока мужчина фотографировал трио, хозяин стоявшей легковушки решил не составлять компанию товарищам по несчастью. Ладе не уступили дорогу на Ставропольской и Таманской. Но ругаться вопреки сложившейся традиции участники ДТП не стали, а пожали друг другу руки и начали дозваниваться полицейским. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы сможете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok